13 мая 2012 года современные классики русской литературы решили ответить на животрепещущий вопрос «С кем вы, мастера культуры?» И ответили «С Александрами Сергеевичами, Пушкиным и Грибоедовым». Современные мастера художественного слова решили совершить пешую прогулку от памятника Пушкину А.С. до памятника А.С. Грибоедову. Власть предупредила читателей – гулять с писателями небезопасно, ведь шествие не санкционировано, и любой унтер-пришибеев может признать вас мятежного Чацкого, после чего отоварить. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». Эти строки актуальны до сих пор. Впрочем, как и другие – «карету мне карету». Ведь после возвращения нашей всепобеждающей «Годзиллы» в забугорные кулички засобирались многие. Даже поэт Иртеньев не выдержал и уехал. А вот еще из Александра Сергеевича Пушкина – запрещенное, но актуальное. Лежит Сенат в пыли, покрытый мраком. «Восстань!» – рек Александр. Он стал, да только раком. Ну, чем не наша Государственная Дума? Эдуард, телеканал «Политвестник». Скажите, пожалуйста, писательского парохода не будет? Очень многие хотят уже уезжать в связи с возвращением нашей «Годзиллы». Знаете, писатели – проклятые люди, проклятые люди, потому что они без языка вянут. Поэтому пароход – это вещь хорошая, но когда человек попадает в другую среду, он становится несчастным. По-моему, почти все, кто уезжал, все возвращаются сюда. Ну, какие-то оставляют корни в Германии, как, допустим, Войнович или там Евтушенко в Америке. Но они сюда придут, потому что язык – это главное. Читатель здесь. Да, читатель здесь и язык здесь. Культурная среда. Ты можешь говорить какими-то изощренными фразами, тебя поймут, потому что это все вырабатывается годами. Вот этот тип лучше вам рассказывают, чем я. Вот это… Здравствуйте, здравствуйте. Андрей, Андрей. Ну куда я слушаю? Дайте мне послушать. Я слушаю Эдуарда Николаевича. Дисательского парохода не будет? Вот тот же самый вопрос. Я не знаю, будет писать. Будет писательский пароход или не будет? Если писателей поставят на пароход и куда-нибудь отправят, тогда будет. Я думаю, что парохода не найдется, потому что пароходов очень мало. Я художник, который паразитирует на творчестве писателя Успенского и рисует Чебурашка. А вам Чебурашка… вам не кажется, что Чебурашка материализовался вот совсем недавно, года четыре назад? Ты имеете в виду листовки с Чебурашкой? Нет, я имею в виду конкретного политического деятеля. Говорите прямо, я же не очень понимаю, кого вы имеете в виду? Дмитрий Анатольевич. А, ну что-то есть. Я думаю, что материализовался крокодил Гена, вот это да, это точно. Что-то есть, да. С зубами, да, это точно. Он мягкий человек. У них стало два крокодила, мне кажется. Он мягкий человек. Чебурашка стопроцентный. Чебурашка вырос до размера крокодила Гена или крокодил Гена стал размером с Чебурашкой. Но то, что они оба зубастые, это точно. Борис, один вопрос, телеканал «Политвестник». Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что наша страна все больше напоминает памятник, поставленный Даниилу Хармсу? Вы знаете, наша страна так многообразная, в ней так много разных моделей поведения, что ее все можно уставить памятниками. Здесь памятники есть все, от прекрасных до ужасных. В том числе, конечно, и Хармс, конечно, тоже присутствует. Мы в сегодняшней акции хотим подчеркнуть эту самую абсурдность ситуации, которая возникла в Москве в эти дни. Я, судя по тому, что пришло много людей, это не то, что наша писательская блажь, а многие люди тоже к этому относятся интересы. Мы же там сюда пришли, там не Пугачева с Киркуровой, что на писателей смотреть, они любопытства общественного не вызывают. Раз люди пришли, значит, их беспокоит вот эта общественная проблема, эта проблема невыданная, она существует, ее надо решать. А как ее можно решить? Вот, например, так. Например, тем, что люди выходят и показывают, что это их город, а это не город, который принадлежит, я не знаю, каким-то идиотам, руководящим полицией. Я, например, знаю, что архитекторы собрались устроить такую же прогулку, у архитекторов особенно обострено чувство родного города. Как считаете, держиморды будут хватать писателей? Посмотрим, интересно. Если будут, мы все потом это опишем в своих романах, это будет на нас интересное переживание. Андрей, какую бы песню вы написали с сегодняшним временем? А я ее написал уже, просто мы ее еще не сделали. И ни одно, а несколько. А когда выйдут новые песни? Выйдут, трудно сказать, заиграем их скоро, наверное. А что сейчас с пластинками происходит, прогнозировать трудно, потому что все это дело умерло. Остается просто в интернет вешать. Скажите, пожалуйста, а как бы вы обозначили то, что происходит сейчас в стране, вот если коротко и поэтично? Я бы не торопился с какими-то заключениями. Давайте дождемся хотя бы 15-го числа, когда объявят новый кабинет министров, и уже из этого будет многое ясно. Есть желание что-то менять наверху или никакого желания там нет. Отдав дань одному Александру Сергеевичу, писатели и читатели вместе, чуть ли не в обнимку, двинулись к писателю Александру Сергеевичу Второму. Судя по количеству собравшихся, люди все-таки не разучились осознанно складывать буквы в слова. Как бы об этом ни мечтало наше правительство, уничтожающее образование. Вот сколько их, благодарных читателей, желающих услышать разумное, доброе, вечное слово. Все так поэтично, что рифмы не надо. Такой поэтичной прогулки в Москве не было давно. Ведь раньше было как? Встречались по клубам, а теперь на свежем воздухе. Знания усваиваются быстрее. Как там у Леонида Зорина? А она обнимала меня то бульварным кольцом, то садовым. Обнимает и до сих пор. Вечная Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже привычные зрительские тролли. Как только увидели съемочную группу НТВшников, тут же начали скандировать «Позор НТВ». Те утираются. Собравшиеся читатели аплодируют то ли российской культуре, то ли самим себе, то ли просто хорошему настроению и прекрасной атмосфере. Судя по тому, сколько людей у меня за спиной, пришло где-то около 40 тысяч человек. И ведь главное, не разгонишь. АПЛОДИСМЕНТЫ Власть явно не подготовилась. Просто, наверное, не могли себе представить, что может прийти такое количество людей. Ни тебе вертушек в воздухе, ни тебе уже привычных кордонов с ОМОНом. А люди все продолжают и продолжают идти. Если бы бульварное кольцо можно было бы замкнуть, наверное, такое количество читателей замкнули бы его. Мы вам подождем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Телеканал «Политвестник». Скажите, пожалуйста, а что привело вас на эту прогулку с писателями? Ну, во-первых, я тоже имею отношение к писательскому сообществу, то есть преподаю литературу. И буквально на прошлой неделе было занятие по творчеству Улицкой. Хотелось посмотреть на нее, но я предполагал, что здесь соберется какая-нибудь очень маленькая группа людей, человек в 200, максимум 500. Те самые, которые далеки от народа? Те самые, которые далеки от народа, близки к литературе. Оказалось, что это настоящее народное гуляние. То есть народ читать не разучился? Народ читать не разучился, да. Я видел много людей, которые пришли сюда с книгами, там, Акунина и Лилистка, видимо, в надежде подписать. Вряд ли они к ним пробьются. Ну, пожелаем им успеха. Ну, безусловно, конечно, это просто выражение потребности ощущать свою свободу. Да, вот сейчас и собираться без уведомлений и так далее, и так далее. Я знаю лично и Улицкую, там, и Быкова. Ну, я считаю, кстати... Я считаю, что как раз то, что подписывали книги, это не совсем уместно. Потому что это все-таки некоторая такая общественная акция. Показать, что людей запугать и, так сказать, заставить бояться выходить на улицу с белыми ленточками невозможно. И поэтому книги тут в данном случае ни при чем. А почему вы пришли на эту акцию? Потому что меня возмущает все то, что происходит сейчас в политической жизни нашей страны. А вы считаете, что культура может помочь что-то изменить в нашей стране? Я считаю, что культура как раз всегда многое. Вообще в истории человечества культура очень много что делала. Может быть, более чем что бы то ни было другое. Именно культура переворачивала страницы истории. Самые мрачные страницы. Я предлагаю, что да. Я стараюсь отъехать. Хотя бы внешне. Когда еще так в сопровождении 40-тысячной толпы пройдешь по Москве и попоешь песни. Не всхожи, гармонист, народ, не оскажу, что свободу не надо. Говорю от всей души, идя на чистый проезд. Ура! Проезды в автозакт бесплатный. А тут все и души говорят, где-то 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 где-то. Только лучшие граждане России сейчас есть в автозактах. Билет проездой в автозакт бесплатный. России нужна гуманитарная культура, я считаю. Чем больше ее будет, тем будет веселей. Спасибо вам! Сколько стихи почитайте? Буду обязательно, с удовольствием. Стихи у вас замечают. Спасибо. Один стих. Спасибо. Сейчас. Добрый день, Дима. Здрасте. Ждем, ждем. Я не знаю, какой. Они у меня длинные все, как сволочи. Говорят, цыбийцы. Мы гуляем, но тратиться некуда. Нифигой. На самом деле мне нравилась только ты. Мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты. И это с ними меня мерило. Пока ты там, покорно своим страстям, гуляешь между Арсе и Прадо. Я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда. Одна курнос, а другая с родинкой на спине. Третья умеет все принимать как данность. Одна не чает души в себе, другая во мне. Вместе больше не попадалась. Одна, как ты, с алба отдувает прядь. Другая вечно ключи теряет. А что я ни разу не мог в одно это все собрать, так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все препоны, осталась тут, воплотясь во все живые цветы, все неисправные телефоны. А ты боялась, что я тут буду скучать, подмены сам себе предлагая. А ливни, а грозы, а это Россия, а Роспечать. Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая. Ура! Спасибо, Россия. Прогулка с писателями по бульварам Москвы зримо показала. Народ устал от политических революций. Ему нужна революция гуманитарная, образовательная. И тогда все со страной будет в порядке. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал «Политвестник». Прогулка с «Политвестник». Прогулка с «Политвестник». Продолжение следует...